Третья решающая карта между командами Саберкэтс и Иви уже стартовала, друзья, с вами Форсаж и Морталис. Мы надеемся, что эта карта будет интересной, ну хотя бы как вторая, точно не как первая. Да, первая совсем однокалиточная была. Драфты потихонечку эволюционируют, мы снова видим, как Иви берут Донбрейкер, но киберкаты отвечают хорошими героями. Пак Виверна, персонажи, которые против Донбрейкер работают неплохо. Но с другой стороны, там есть еще и Найт Сталкер, который пака типа контрит и Виверну немножко подкантривает, пожалуй. И киберкаты как-то прям призадумали, смотри, очень много времени тратят дополнительного для того, чтобы забанить персонажей. Мне начало нравится от Иви. Во-первых, у них на ДБ игрок здорово сыграл. Почему бы не повторить Найт Сталкер? Мне нравится против Виверны. Ну, на нем хотя бы попроще ее искать, чем на многих других героях. Там вот даже на Бэтрайдере не справились. Найт Сталкер — это что-то похожее в плане ловли каких-то героев. Берется персонаж, который хорош против Найт Сталкера. Вообще ему мешает играть. Это Блад Сикер. Тут, скорее, не знаю, не свое набирают, а просто видим героя контрим. Потом мы этого героя контрим. Кто теперь Сикера будет контрить? Я бы не сказал, что Сикера вообще кто-то контрит. Такой довольно универсальный герой. Его контрит хорошая игра. Его контрят сильные лайны. Сделать как-то так, чтобы на сайдах не теряли хитпоинты. Да, Иви. И Блад Сикер будет не разогнан и будет немножечко втерпливать. Вот от этого всего дела. Так, ну, надо саппорта какого-то брать. Пора уже. Либо с Найт Сталкером просто сильного героя. Виверна настолько сильный герой, что я не могу придумать какого-то саппорта, увидев которого, я бы сказал, что, ну, нормально. Ой, господи. Ну, это похоже на Вайпер Даунбрейкер, да, линию? Или что это? Нет. Это Вайпер 5 какой-то. Я не знаю зачем. Ну, главное, чтобы не мид против пака. Он опять стоит, и крипстат у него будет хороший, а толку... Он и на саппорте ничего не делает. Ну, да. Типа, это тоже плохо. Это не значит, что... Ну, ладно. Как бы Вайпер руинит не на миде, руинит на пятерке. Но там пятерка Виверна, которая прошлую игру, возможно, даже в соло выиграла. Своими сплами. А тут у нас... Ну... Будет руинить на саппорте. Так, 1.51 на Киберкотов, 2.3 на Иве. Не знаю, мне кажется, после пика Никса... Вайпер будет на позиции 3 с Никсом. Донбрейкер будет на пятерке, а Night Stalker Мид. Не знаю, мне почему-то так кажется. Я вообще такой вариант не вижу, если честно. Про баннер тоже, друзья, не забывайте. 1.51, 2.30, соответственно, коэффициенты от бедлайн 3B до 10 тысяч забирайте. Ну, и также не забывайте, что вы можете попробовать один из 11 вкусов Торнадо Энерджа. Приходите по ссылочке в чате для баннера по трансляции и ознакомьтесь. Мне не нравится Night Stalker Мид здесь. Ну, он, наверное, стоит против пака. Просто лет этого не видел. Я, наверное, ставлю на то, что вайпер пятерка. Но вайпер пятерку брать ерунда. Обычно его делают пятерка, когда вы его в первой стадии взяли и поняли, что он абсолютно мусорный герой в оффлейне. Ну, да. Ну, ладно, пусть хотя бы не мешается там на пятерке где-то бегать, варды ставят. Ну, а так вот он здесь как инородное тело, этот вайпер. Кого-то контрить, какую-то пассивку отключать. Да нет. Он вообще что здесь делает? Я не понимаю пока. Если это оффлейн, то тогда Night Stalker как бы места нет. Может, это Керри Night Stalker? Кто-то играл же так. Да, много кто так играл. И Энтити, и ББ, и некоторые другие команды. Ну, это две основных. Энтити и ББ играют Керри Night Stalker. Но Night Stalker нельзя делать саппортом в этой игре. Не-не-не, Night Stalker, саппорт это тоже слабый очень герой. Да. Тоже герой, который ничего не делает. Он слоты свои не берет. И надеется на то, что он кого-то там зацепит ночью через Сайленс. И Блинк себе вынесет спустя полчаса игры. Да нет. С таким успехом, я не знаю, вот спирит и саппорта возьмите, и то будет полезней. Как в Южной Америке катают. У них там есть Мэтью, который на всех спиритах в качестве саппорта выступает. Четвертой позиции. Ну и пошли баны. Минус МК, минус Бремастер. Думают, что не хватает Керри. Ну, два саппорта. Никс, Донбрейкер, наверное. Никс, Донбрейкер. Ну, Вайпер Мид еще, да? Самый такой простой. Не-не-не, давайте без Вай... А, так погоди. Если так, как я сказал, то это получается, что... Не, ну вообще, да. Вайпер может пойти в Мид, Найт Сталкер в Харду... Сникс... Блин, такая чушь просто. Я вообще не вижу, как это может... Вообще. То есть, ну, типа, Найт Сталкер с Никсом в Харду против Сикера Дазла. Там же просто похороны сразу будут. Это вообще не может работать. Ну, вот куда они взяли этого Вайпера третьим пиком? Так все хорошо начиналось, да? Ставьте свой ДБ в Мид и Наспаком нормальный отстает. Ставьте Найт Сталкера в Офлэйм. Доберите под них саппортов нормальных. Пусть бегают. И Керри еще какого-то сильного возьмете против Сикера. Нет, надо было вот этой ерунды набрать. Либо они гении, нам сейчас продемонстрируют, как это должно работать. Забавный бан Брюмастера. Ну, у вас Найт Сталкер есть, да? Который может прыгать на голову этому Брюмастеру, мешать мультовать. Да просто по сигнатуркам Фогоса прошлись. Ласпик еще у Киберкотов. Ну и что, они придумают? Какого Керри заберут? Очевидно, хорошего Керри здесь я не вижу. Прям, который бы залетал и прям исправлял все. Ну, Киберкоты наверняка какого-то милишника будут брать, чтобы, ну, типа, Виверна, Даззл были. Темпларка. Но, кстати... Но, кстати, не так плохо. Темпларка окей, да. Кстати, не так плохо. Возможно, даже мид Темпларка. Керри ДБ, Вайпер 5. Знаете, Сталкер Никс на сложный. Что-то такое может получиться. Ну, сейчас придумать героя, который против Темпларки в сложной линии постоит с Виверной. Ничего, кроме Ликана, не придумали? Ну, давай посмотрим, как в итоге линии встанут. Мне кажется, Иви могут нормально расставить лайны, если Донбрекер против Ликана пойдет. Если Вайпера вообще в драфте не будет. Моисей, да. Это Найт Сталкер мид на туре. Найт Сталкер мид и Керри Темпларка. Вайпер, значит, тройка, да? Ну, получается так. Ну, окей. Ну, это не самый плохой вариант, как можно было расставить лайны. Темпларка довольно серьезно, как мне кажется, подправила вообще ситуацию с пиком. Как мне кажется. Ну, я бы не сказал, что Темплар Ассасин, вот, когда появился Ликан, ей удобно против этого играть. Ну, если она на сейфлейне, да, если она на сейфлейне, то там просто Ликан должен, по идее, покачаться. Ну, они оба покачаются, скорее всего, там оба будут практически на фрифарме. Просто Ликан свое вынесет, вот он купит свой доминатор, пак получит левел и они побегут. Просто всей командой побегут. А там Вайпер, который обязан выигрывать линию, иначе какой в нем смысл. Найт Сталкер, ну, он, наверное, хорошо постоит против пака, там не видно причин, по которым Найт Сталкер крипов много не добьет. Он не выиграет пака, нет, он там не прогонит его с лайна, это невозможно. Ну, да, да. Просто постоять пофармить, он в состоянии, ну, и какой-то билд себе выберет, какой-то артефакт на фарм вначале возьмет, может быть, один хотя бы, сабельку или что-то такое. Вот, и... Ну, в любом случае, вот этот драфт с Ликаном побежит, и Темплар Ассасин, потому что с БКБ, что не с БКБ, ей довольно быстро будут сбивать рефракшн, благо есть чем. Просто навалиться на нее, и все. А два источника контроля, да, ДБ и Никс, это все-таки саппорты, которые будут без вещей практически, и ДБ не сможет так же держать удар, как в прошлой игре, и с ней будут справляться. И она там тоже даже от них сама на Фликана будет страдать. Плюс это медовый Найт Сталкер, да, ему ключевая роль отводится в Сикера все еще. Достаточно повесить Рапчер, и у Найт Сталкера нет тимфайта. Да. Я все равно придерживаюсь того, что у Сайберкэтс получше пик, но для меня вопрос, насколько Иви, вот они, как они смогут против Блатсикера постоять. Нормально у них получится или нет? Потому что так-то Вайпер плюс Никс это довольно жесткая линия. Но Сикера ты можешь просто не захарасить. Так, тут, возможно, будет встреча. Найт Сталкер за счет Найт Вижена видит игроков Сайберкэтс. Ну и Сайберкэтс, кажется, понимает, да, что здесь происходит. Ставится вард вот такой вот рядом с Иванпостом. Ликан почему-то не скаутит волками, либо они уже исчезли. Просто, может, не заметил. Вот этот вард интересно, что дает, потому что, в принципе, то он не дает ничего. По рунам, кажется, только одну заберут сейчас у нас ребята из Сайберкэтс. Проблемы уж и Гетса могут возникнуть. Подход мимо и, да, три руны для команды Иви. Приятный старт, но и Сайберкэтс тоже триплой, смотри, стартуют. Хотят как-то Вайпера, видимо, шлепнуть. Вообще, хороший план. Там, Вайпер, там, на первом уровне беспомощный герой. Триплай его элементарно убивает, под замедлениями даже. Никс это все дело защитить не сможет. Виверна занимает позицию. Им в идеале именно Вайпера убить, а. А, не Никса. Так, пока не выходит. Ну, он ждет, пока Виверна в топе останется. Ну, то есть, покажется. Все, Виверна телепортируется и... Мы смотрим, что на топе начинает происходить. Даззл немножко ошибается. Линии спокойные будут все здесь. То есть, на каждой линии есть герой, который вот не очень любит драться в самом начале. Там это Ликан, ну, это вообще не про драки героя. В первых уровнях. Выковинно слабый. Уже волчата мало что могут кому-то доказать. Уронок крипов. Там пульчик уже... Это невозможно, наверное, кого-то убить. Да, пульчик работает. Сейчас Шигетсу будет отхиливаться по возможности. Здесь. Макса как можно жестче старается Пойзонтачем здесь надамажить. Почему? Хороший подков. Пойзонтач не успевает продлить. Пытается отховать дальше. Хороший Шидоу вейв. И... Крест-глад для команды Саберкетс. Просто его гнали. Да. Крепочков перепулил Физор. На центре пока что все ровно. Единственное, что смущает, это то, что у Найт Сталкера первый левел Дота Плюса. Хотя игра тут для Найт Сталкера не сказать, что прям супер легкая. Она хорошая, но не супер легкая. Пока что все просто качаются. Мидеры, естественно, не тренируют Найт Сталкер. Это очень ситуативный герой. Скорее даже керри игроки на Найт Сталкере больше сыграли, чем мидеры. Ну да. Все равно какое-то понимание должно быть, как на нем играть. Не Бристлбэк какой-нибудь. А что, на Бристлбэк? Когда прыгать, как прыгать и так далее. Мне кажется, на Найт Сталкере труднее, чем на Бристлбэке сейчас. Конечно, поэтому я и говорю, что понимание должно быть. Нельзя просто так взять и, не наиграв хотя бы с десяток часов, играть хорошо на этом герое. Как помнишь, что ты интервью недавно давал? Типа, сейчас все герои изи. Я на каждом могу сыграть. А вот кто это сказал? Я не помню. Читал недавно. Сиберлайф нужно. Там, кстати, очень жесткий джибайтинг происходит на топе. Нет, это кто-то из Восточной Европы был. Типа, элементарные все герои. Ничего сложного нет. Но потом он сразу же сам себя поправляет и говорит, ну, просто я на ком-то лучше сыграю, на ком-то хуже. А, это генерал, генерал говорил. А, во, во, во. Гениальную мысль высказал. Типа, какой там вообще, это пул героев надо расширять. Да, 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 про пул героев там была история. Я на всех могу сыграть. Просто на некоторых. Ну, я тоже могу. Берешь героя, на иконку нажимаешь, пикнуть. Вот, тоже могу сыграть. Но, че-то я инты не выигрывал пока. Так, снизу у нас на сикер нападение. Стал, мёд здесь страдает, сикер выживает. Линия разрывается нижняя, можно сказать. 1-0-2, ну, вот, в общем, 3 фрага они сделали на двоих. Шикарно работают. А у вайпера 13 крипов. Вообще не добивает при смертях. Ну, да, пока, как бы, в боте линия немножечко терпит. Мягко говоря, немножечко. На самом деле терпит жестко. И снова нападает на вайпера. Ну, вот, как ему здесь играть с дотой? Ну, вот только на размены он готов идти. Он умрет сам. Оно того не стоит. Вы сикера фидите. Сикер 2-0-2. С фейзами уже. Там виверну убили на топе. С плюсов. Каких-то. Второй фраг команды. Вот два первых фрага они делали одновременно. Ну, слушай, у лекана, в принципе, тоже не все так гладко. То есть, темпларка качается. Темпларка сейчас шестой апнет. Волчат побивает. У Егора хорошая игра в центре, пока вырисовывается. Мы видим, что на творчестве он чуть-чуть обгоняет своего оппонента. Плюс у него более такой, наверное, герой. Активный. На сталкер он может что-то делать только ночью. Ну, и желательно со слотами. А пак он, как бы, и днем, и ночью может импакт выдать вне зависимости от того. Ему просто руну надо контролить. Пак в невидимости бежит в топ. Лоу скилл сейчас палится. Сейчас вне рефракшн. Нет, все-таки рефракшн. Чего ж так поздно. И он скастовал обилку в рефракшн. При том, что... Я не говорил, что ли. Он пожадничал, он увидел крипов битых. Он решил их забрать обилку. И как раз это попало под рефракшн. На сталкер в топ бежит. Он тут за паком, на самом деле, хочет. Даззл забирают в боте. Сикер очень-очень слабый. Отступает здесь. Темпларку на Даззла поменяли. Но у Шигетсу проблемки с хитпоинтами. Очень хочется его забрать. Купы, на самом деле, можно. Он сейчас дать сплы. Отлично попадает под Карапасы, Шигетсу. Но живой. Так, Даззл у нас куда собирается лететь? 5 секунд. У него там немножечко регена есть. Надо вниз лететь, восстанавливать как-то сикера. И через гравчу, в ситуации, убивать. Да, может, что-то подобное сделать. Подхиливает Шигетсу. Не успевает Купы задевардить вражеский... Точнее, свой собственный обсервер. Вражеский центр он не видел, а вот обсервер мог задевать. Рассалкер приходит в бот сразу же на Даззл атака. Сайланс есть. И этого должно хватить, чтобы убить Ажду. Он скупает из рейда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Подкоп. Грейв. Хилл, Грейв. Под кнопку нажми. Чего, в автоката. Да, тут что-то киберкаты. Вроде как все хорошо, а потом что-то все плохо. Очень неуверенная игра. Физор, репорт. Может, какой-то туда будет. А, нет, пак на ноге бежит. Какой пак сейчас будет собирать здесь лифья? Начинается с Луптиня, да... Луптинь... Таверну отправляется... Койл? Ну, в итоге перетяжка фака оказалась более эффективной. Это было хорошо, они убили двух героев, коров и... Посмотри, больше двух тысяч ведут. Саберкетс... Ну да, и все трекоры у них хорошо стоят, хорошо себя чувствуют. Проблемки у Шигетсу, он просто после подхода тут же жмет ТП. Прервать телепортацию нет никакой возможности. Ну и опять мы наблюдаем вот этого несчастного вайпера 2500 нетворса на 10 минуте. Классический, я бы сказал. А ты уже вступил в фан-клуб хейтеров вайпера как героя? Фан-клуб хейтеров? Да, я потому что... Я там... С первого дня игры в доту. А, да? Ну я вот... Последние полгода точно... Упил. Как можно улетать? Согласен. Он улетел. В итоге... ДБ прилетает через ультимейт. За который сейчас пойду. Которые маны закончили. Даже сапога. Сейчас не отпустимся. Сушку тоже побьют немного. Мидия. Сикера пытаются забрать. Да ладно. Ура. Койл по Никсу. Карапасики нажимаются. Никсу немножечко нехорошо. Ну... Без фрага пока что. Рейндропы пробуют. Егор. Тайминговый шифт. Арба. Вышел из драки. Руна невидимости в боте. Ликан поломал вышку в топе. Причем первым слотом он купил Владмирс. Что интересно. То есть он не будет доминатор покупать здесь? Чтобы, ну, типа, Ликан ему не жрал крипа? Ну, вообще я впервые такое вижу. То есть это, вроде бы, мега грамотное решение, да? И вполне очевидное. Что, зачем я буду покупать? Большой доминатор, если Ликан мне, Шардом будет крипа сжирать. А шмотку подобрать. Фогос, ты чего? Эээ... Но все равно я вижу раз за разом, как Ликаны, вот, и Бестмастера, играя против, эээ... 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 С whenever evade, glamour Pulse 3-2-3-5-5-5-5-5-5-5-5-0-7-5-5-6-0-7-5-6-9-6-5- 7-2-9-5-6-5-6-5-5-6-5-5-6-5-6-0-0-7-5-5-7-7-6-6-5-1-0-6-5-6-5-5-5-8-5-7-7-5-5-5-5-5-7-5-6-5-7-6-5-3-5-5-6. приопа хватает на игр. Хочет Фогос маленечко погрызть лоу скилла здесь, но за день Икс цепляет, убивает в невидимости Найсталкер может только взглядом проводить этого ликана А вы можете взглядом найти баннер по трансляции, забрать при бет 20000 твинлайн Вайпер может крипов побить снизу, он, кстати, через бутсов тревел играет Наконец-то Он должен, в смысле, играть, он там ставил их себе Смотри, обожаю, когда курьеры пустые летят Это че за рофа? Или он что-то купить хочет в лавке? А если что-то купить, то что? Ну так вот, окей, не будет у него бутсов тревел Я-то думал Очень важно не отдать Рошана первого темпларки, да? Чтоб она не доминировала по карте В принципе, тут есть чем Рошана забирать У Дакофобуса почти Кираса, кстати Ну, Кираса безумно рано будет, да? Учитывая, что у... Огромный буст У темпларки может даже Дизоля к тому моменту не появится У него даже мелд может не докачаться к тому моменту Это действительно шикарный баф И пларосаси не так эффективно будет против них работать какое-то время Ну, это такой действительно полноценный корр, лекан Без доминатора Как когда-то играли на нем Сейчас очень мало команд Кириан Лекана используют Лилган точно Восточной Азии Там прям первый бан против них Лекан в каждой игре Лекан и Бруда Никс показывал сикера Но толку нет какого от этого Потому что Соло он его не заберет Остальные герои очень далеко Просто какая-то разведка Чтобы была А там почти ПКБ уже у сикера Хватает только Свитка рецепта Не хватает Сейчас Купе скаутит А сейчас Куэл И на развороте тут все могут похоже Так себе атакует Икс заскаутил Сказал погнали Парни, я нашел их Двоих потеряли Вышки потеряли Может на Рошана Вот прям сейчас Где теперь Рошана? У них двух героев У вас есть Сомоны У вас Владмир И Лекан Купитон Слушай, а следующая игра Это изи катка Против Луны, да? Против того, кто сегодня проиграл А, проиграли сегодня ЭЧФ Вот, против ЭЧФ Значит Ну, кстати, вот Как бы плохо ими не играли Преимущество вообще не особо увеличивается То есть вот они Фидят, 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 фидят Глупые какие-то атаки совершают А киберкоты Особо-то вперед не вырываются Преимущество Ну, там саппорты держат Баланс ДБ, она же сама по себе играет Да, доонбрейкер большая Да, доонбрейкер большая Герой смида Герой смида Ну, из-за такого шикарного старта Сикера Пока догнать его тяжело Ну, опять собираются вместе Сайберкэтс Они очень хотят все-таки Порошану поработать Надо какой-то фраг сделать Вларф, например, принять Просто уже можно форму активировать Ставить дремкойл И бежать на нее Не уйдет Скоряется Видят Ой, куда, куда, лоу скил Тоже знал Не было вообще информации Вот декан Просто тут воросасин Вгрызлись А теперь можно всех убивать Вайпер, нахрене не заберется Минус 2 ДБ Спокойно убить тоже Пак, конечно, можешь и свое отдать Хотя спрятался Тип 0 Пока размен Пак Пак Все-таки добили Но это 5 в 1 По-моему Размен, который полностью устраивает Команду Сайберкэтс Нельзя, нельзя отпускать Найдсталкера Он, конечно, быстрый безумно 4 в 1 Тоже хорошо Продолжение следует... Продолжение следует... Но, опять-таки, преимущество Лишь 3000 золота Все это преимущество сосредоточено в платтикере Я прям вот Ну, не хочу сказать, что я вижу, как Иви Эту игру выигрывают То есть, если бы я смотрел на эту катку На каком-нибудь мейджоре Я бы не поверил, что драфт дайр может победить В такой ситуации, в которой они находятся Сейчас С такими героями, но здесь Может Произойти все, что угодно Как мне кажется Я бы совсем не верю, почему-то Не знаю Да, я сегодня насмотрелся Вот я тебе так могу сказать Я сегодня смотрю Это шестая карта, которую я смотрю Я, в принципе, на всех трех Ну, как? На всех трех картах Я ошибся в одной карте только Вот вторая карта, где еще играли Но ты бы видел, как они выбросили там игру То есть, они там Оставили врагу два барака Даже без Т3 вышки И просто шаман Бестмастер Они не смогли Как бы вот Как бы собраться с мыслями Закончить это Вот Я такой думаю Ну ладно, хорошо Посмотрим третий Вот, на третий Там уже было понятно, что победят Их соперники из луны Купи не уходит здесь Вален, вылез Как-то баг Баг может тут нарваться, наверное На На этот сталкер, если он рядом Да, он там где-то поблизости бегает На этот сталкер очень долго будет юзлисным куском Пока БКБ не купит Вот Но до БКБ ему так долго Что Я думаю, с Аберкетсами прекрасно понимает Что вот наступает день Они идут в Рошпит Трапу бы, конечно, разбить не помешало Парни, вы в курсе, что вы против Ташки играете? Да, там трапа будет сейчас Как же им попить? По средской скорости он падает Ну да Трапу разбили Либо она кончилась Я не помню Что бы он в этом денег заработал И я едет за шипец Не знаю Купить Кирасу Лучшее решение Фогаса за всю его карьеру По-моему В этой игре Потому что Ну вот я реально не понимаю Вот я столько смотрел игр Как Играют Ликаны и Бестмастеры Ну очевидно же Что против вас на драфте Берут Найт Сталкера Чтобы шардом Вашего крипа жрать Вы будете им фидить очень жестко И все равно Все как один покупают Вот мне, наверное, пока какой-нибудь опытный хардер не объяснит Хотя опытный хардер мне скажет Ну, Фарсаж Типа, ты не понимаешь Ты этим крипом там засплитишь Намного больше денег получишь Но Ой Не знаю Мне это прям Я Не думаю, что это хорошие мысли Вот правда Вот жалко какой-нибудь прям супер Ладно, я поверю только какому-нибудь фейтбьяну Или Не знаю Амару Но Амар не играет на таких героях Коллапс, да? Вроде тоже не особо Не, ну коллапс на Бесте играет Редко очень Ну, да Не, здесь ведь они Ликана на ласт пик взяли То есть тут уже Осознанно был пикнут этот герой То есть они уже, наверное Так Если я сейчас возьму там Найт Сталкер Он купит шард Я не покупаю Окей? Окей Другим командам почему-то Такая идея в голову не приходит И причем Я не могу сказать, что это как-то плохо отражается на их винрейсе Знаешь Я много игр видел, где Ликан покупал этот шард И Бестмастер его все равно обыгрывал Ну просто потому, что Там много других факторов есть, да? Просто это же само по себе действие Оно Ну Можно же, знаешь, вот жить жизнь, да? Прожить там до 90 лет Но при этом ты курил, пил и занимался спортом Ты молодец, что ты дожил до 90 лет Но Блин, если бы ты не курил и не пил Быть может, ты бы и до 100 бы дожил Типа, знаешь Вот Это ж не Не факт, что это правильно Вот Поэтому, друзья Не курите, не пейте Спортом занимайтесь Попался здесь ЖВМ Пытается хоть на какие-то спулы соперника развести Но ситуация становится труднее Все с каждой минутой С каждым добитым Кэмпом нейтральным Виверну тут, кстати, балуется Смотри Слушай, а ну вообще-то засыта пилает Что-нибудь Не смешно Купа-то умрет Нет Нет Ну попытка неплохая Вот так, да, ладно Или нет Чуть не хватит Два ульта отдали Да ладно, это не Вряд ли Так, парни Двух ультов нет? Все, пошли Днем ВКБ на Night Stalker еще нет Так, что там у нас По коэффициентам 1.08 уже на CyberCats Ну Есть ли Верующие в команду Иви Ну вот я думаю После вот этого момента Таких не осталось На стриме Понятное дело Что и баннер по трансляциям Друзья, присутствует От наших партнеров Inline Фрибет до 10 тысяч рублей Но на эту карту Вам он скорее всего Не понадобится Даже если вы его золотаете Может как раз и пошли По ссылочке Ха-ха-ха Так-так-так-так Что там у нас? Стерыш Полетела на 8300 вайпера Оффлейн Падает ХГ А Игис Полторы минуты Без темпларки Это не задепать Хоть темпларка Драфты выправила, но Все равно без шансов Чаши весов На одной стороне 4 героя На другой вайпер И он перевешивает Просто Отрицательно Вайпер просто Он максимально То есть Ты уже его Вот куда вот его девать Да? То есть Ты пикнул Найт Сталкера Че Найт Сталкер Плохой герой здесь? Верну Дазл Закрывает Против Ликана Ну то есть Мешает ему Доминатор купить Да, Ликан там Игнорирует Мы видим этот доминатор Он берет Кирасу Что тоже хорошо Но Ликан Как бы с доминатором Очень много может Импакта сделать Намного больше Чем с Кирасой Как мне кажется То есть У него просто Поменьше опций Становится Когда он не покупает Доминатор Там Темпларка Герой хороший Хороший Донбрейкер Герой хороший А из-за того Что ты пикаешь Вайпера У тебя знаешь Как вот этот вот Конструктор В котором Одна деталь Какая-то лишняя Которую вот Ну никуда не присобачить И он просто Мешает всем остальным То есть Ты хочешь Найт Сталкера На три А нельзя А что ты тогда Вайперы в мид Против пата поставишь Помнишь Вот эти названия команд No bounty hunter No type hunter Должна появиться No viper No viper И не пикнули его Реально ни разу Несмотря на то Что у него там Огромный пикрейт На просто сцене Viper это просто Герой Которым Это Мне кажется Что Вот это вот Повальное увлечение Вайперами Это бездумное Копирование Профессиональной сцены Командами Которые не понимают Что с этим вайпером Нужно делать И как он вообще Отыгрывает Для чего он берется Вот Потому что Ты же играешь Опа Обрывается пак Жмет БКБ моментально Чтобы убить Здесь Купа Купа живет Очень долго Но ресурсы свои Слишком халтурно Расходуют сейчас С Сайберкет Сайберкет Они форсят Эту драку Но Закончится ли она Для них удачно Посмотрим Даззл умирает уже Но умирает И Найт Сталкер Шигетсу огромный С Блэкинг Баром Подрезает еще и Вайпер Ну да Тут наверное Слишком большое преимущество Будь это игра На равных Нетворсах Сейчас бы Сайберкетс проиграли бы Драку Но Эта игра Не на равных Нетворсах В этом то и прикол Так вот О чем мы там Что Берет команда Например Вайпера Да Вот она фпшит Она не банит Бристалбека При этом Она Ждет что соперник Его забанит А если не забанит Она его пикнет И с ним она уже Будет типа отыгрывать То есть вот В этом идея А команда просто Ну вайпер Сильный герой Ну возьмем И Вот Три Три карты сегодня Вайпер сыграл На оффлейн позиции И все три карты Он проигрывает Обратите внимание Ладно Сегодня Одна игра была на миде Но на миде Это еще хуже Чем на харде Поэтому Поэтому ничего удивительного Не торопится Иви писать ГГ выходить из игры Будут бороться До последнего А это кстати Игра верхней сетки Да Ну окей Разочаровывают меня На этом до 2 цели Две команды Это Иви И Ареда Тандерс Обе команды Играли очень хорошо В предыдущих сезонах Но сейчас Их игра Выглядит Как-то Расхлябанно Скорее даже Не игра Иви А просто Их драфты Какие-то Поплавские Вообще Невероятно То же самое Можно сказать Они Играли Они обыграли Empire Hope В рамках Д2 Там на второй карте Они какого-то Оффлейн Вайда Взяли Хотя я любитель Оффлейн Вайда Но там он просто Не заходил Вообще Прям откровенно Вот И проиграли игру Просто без шансов Пуджу И Разору Кажется Да Там был Пудж Разор Против Бристлбека Вайда Против Бристлбека Вайда Пака Феникса И Snapfire Я даже помню это Но на третьей Они конечно Выиграли Без проблем Потому что Задрафтили Хорошо Уходит Телепортом Темпларка Пытаются Выиграть Время Никс Карапасики Нажимает Неплохо Будет ли ДП нажимать Нет Не будет Здесь Фогас Рвется Койл Станется Никс Еще одни Карапасы Через секунду Ну он умирает От дебафа Вишблейда Найт сталкер Там фармит Слушай Ну БКБ Даггер Найт сталкер Нафармит Ну это мало За полчаса Это очень Ну это мало Но он хотя бы Дазлос Виверный Сможет Выключить Он будет Ловить Траптуру И ничего Не сможет Очень даже Может быть Что так и Произойдет Так Рошан Ты видел? Моментально Что явно Не на руку Команде Иви Ликана Надо подождать Иви Не успеют И можно Действительно По нижней линии Пройтись Где стоит Еще одна Вышка И вот Прямо До трона Прямо Отпак уже рядом с командой Там мимо Ого, вот это удар от Компларасасин По дазлу, никто такого не ожидал Он там скрита просто убила Угрыдал у самого Компларасасин тоже беспомощный Здесь, БКБ нет Хотя БКБ здесь тоже слабо помогает 3-4 Я думаю Удаваться и кибер-классер Да, второй драфт у команды Иви Был действительно очень хорош Хотя они и ту карту могли, наверное, проиграть Если бы кибер-коты Ну, чуть поаккуратнее бы все делали Но в конце концов фаворит оказался сильнее У нас сегодня без сюрприза Два фаворита выигрывают Не знаю, кто там, по мнению наших партнеров Винлайн будет фаворитом в противостоянии Луны и Изикатки Но факт остается фактом Здесь вот Винлайн все исходы угадал, можно сказать Вот так И у нас сформировалась еще одна пара полуфинала верхней сетки Это Луна Гейминг против CyberCats А сейчас ИЧФ сыграют с Изикаткой на вылет уже Это второй раунд нижней сетки Ну и это первый матч в этом раунде Скоро узнаем, кто оттуда Вылетит в ближайшие пару-тройку часов Ну а с этой серией заканчиваем Отпускаем Форс отдыхать Он сегодня 6 карт откомментировал Ура! Солидно, да Поэтому удачно тебе отдохнуть А с вами услышимся через сколько? Да сразу же практически У нас не будет никакой паузы Мы уже из расписания выбились Буквально 10 минут команды в лобби зайдут И продолжим Поэтому сейчас уходим на перерыв